ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ауди отзывает в России почти сотню Q5 нового поколения. Кроссоверы были реализованы дилерами в этом году. Вин-коды размещены на сайте Росстандарта. В ведомстве говорят, что причиной объявления сервисной кампании являются возможные неполадки в механизме регулировки спинок передних сидений. Их надо проверить и в случае необходимости провести замену спинок целиком. ТРАССА 101 В КОАП планируется включить еще один штраф для водителей за неоплаченный проезд по платной трассе. Размер взыскания для водителей легковых авто – 2500 рублей, грузовых – 2500. Сама система взымания оплаты будет совершенствоваться. Первой дорогой, где нет спецпунктов со шлагбаумами, должна стать Центральная кольцевая автодорога в Москве. Начислением платы там займется система интеллектуального слежения. ТРАССА 101 На протяжении последних лет мы неоднократно слышали, среди продаваемых в магазинах автомобильных запчастей много фальсификата. Назывались разные цифры – 50%, 70%, а вот сейчас – 30%. Как информирует издание «За рулем», чаще всего подделывают расходники, фильтры, ремни, детали подвески, лампы, детали для тормозной системы и так далее. Такая продукция обычно дешевле оригинала. Проблема еще в том, говорят специалисты, что многих автовладельцев такое положение дел вполне устраивает. ТРАССА 101 Еще немного страшилок. По информации издания «Колеса ру» у каждого второго автомобиля, продающегося на вторичном рынке в нашей стране, скручен пробег. Доказать это самостоятельно практически невозможно. Надо прибегать к помощи экспертов. Последние выступают за то, чтобы строго наказывать скрутчиков, как это делается во многих странах. Да, к этому вопросу в нашей стране отношения пока индифферентные. В интернете можно без труда найти инструкцию, как уменьшить пробег у той или иной модели. ТРАССА 101 Украсть машину затем, чтобы перегнать ее за границу и там продать – явление по-прежнему не такое уж и редкое. По данным полиции, чаще всего за кордон переправляют краденые машины люкс-класса. Это в основном авто японского, немецкого и корейского производства. Расследованием таких преступлений занимается Интерпол. За последние три десятка лет он вернул в Россию около 20 тысяч элитных иномарок, а за границу – порядка 35 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова